Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Это майский снег. Сегодня он застал врасплох тюльпаны, которые расцвели в ботаническом саду. В этом году, кстати, зеленый оазис обещает порадовать кировчан и гостей города небывалым разнообразием красок. Об этом мы поговорим с нашим гостем, в студии руководитель научно-образовательного центра «Ботанический сад ВятГУ» Екатерина Лилекова. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Добрый день. Что там с тюльпанами? Снегопад прошел, все переживают, выживут ли они? Все хорошо, все хорошо с тюльпанами, со всеми первоцветами. Снег – это не что-то экстраординарное, он выпал, он сойдет. И все те первоцветы, которые есть в ботаническом саду, и все те красивые растения многолетние на дачах у каждого из нас есть, они приспособлены к этому неблагоприятному периоду, когда нужно максимально быстро процвести, оставить потомство, размножиться и так далее. Поэтому все те неблагоприятные, катаклизмы природные, воспринимаются ими очень даже положительно и хорошо. Луковицы глубоко? Ну, на самом деле, если посмотреть по городу, то это очень необычно смотреть тюльпаны, которые заснежены, конечно. Ну, а вообще, какие еще растения зацвели в саду уже? Все растения, которые относятся к группе первоцветов, многолетние растения, в основном это луковичные, глубоко в земле, в почве располагаются подземные побеги, очень много хохлаток, пушкиний, зацвели геоцинты, пролески, много видов, которые где-то, например, произрастают в степях, где-то в лесах наших, да, в ветрениц, например. Они все представлены вот в саду. И вот сейчас очень видно, когда мы говорим, дорогие друзья, ботанический сад – это не парк культуры и отдыха. Это место, где живут первоцветы, редкие краснокнижные растения, и сейчас их видно. Вот они, друзья мои, вот они все на полянках представлены. Поэтому мы запрещаем фотографироваться, не просто так пройти на газон, там где-то кто-то возлег, кто-то присел. Поэтому не потому, что мы такие… Из вредности, да? Из вредности. Из вредности, мы совершенно не такие, это не про нас. Чем вообще в этом году порадуют кировчан гости города ботанический сад? Юбилейный же год. Юбилейный год, поэтому стараемся, с душой работаем мы и вообще с душой работаем, в принципе, всегда. Ну а тут хочется красок, яркости, какой-то фантазийности, какой-то подход вот такой, да, чтобы у людей… Все мы любим фотографироваться, чтобы у людей осталась память, например, ну какая-то памятная скульптура, например, да, посвященная, или памятная какая-то клумба. Мы придумали вот такую фотозону, которая на естественном склоне, очень красиво будет цифра 650 нашему городу, и поэтому можно будет приходить, фотографироваться. Многие спрашивают в группе, мы ведем от ботанического сада вот сад ВИАТГУ, социальные сети ВКонтакте, вот поэтому много вопросов предвосхищу сразу же. Фотосъемка входит в стоимость входного билета. Зашли, фотографируйтесь, ради бога, вставайте. Только на дорожках где-нибудь, это понятно, куда не заходить. Только нужно быть внимательным очень, да. Внимательным. А вот вообще, когда сад откроется, волнует многих горожан и гостей города в том числе, вот обещали вроде как в середине мая. Обязательно обещание выполним. 14 числа, прямо в 10 утра открываемся, и экскурсионная программа будет чуть позднее, но можно будет прямо с 14 приходить, уже любоваться, фотографироваться. К этому моменту зацветут основные виды тюльпанов, которые высажены прямо у входной группы. Прошлый год показал, но небывалый интерес горожан. И вы знаете, вот когда проходишь мимо, люди заглядывают с Карла Маркса, видно через решетку, что там цветут тюльпаны, и хочется прийти. Ну что ж, 14 мая тогда все пойдем в ботанический сад смотреть. Спасибо вам, что ответили на мой вопрос. Я вас благодарю, мы продолжаем давить.